Слава Украине! Героям слава! Приветствую от Полонского! Только что позвонили в Херсон, пообщались с нашими друзьями в Херсоне, которые проживают. И есть очень интересная информация из первых рук. Как раз на телеграм-канале вы висели сейчас, как мореходка наша вышла. Знаете, это ж каждый год мореходка ходит по Ушаково, марширует, кто в курсе, кто по Херсону. И только при этих бандитах, когда они приехали, когда они захватили город, ничего этого не было. Из мореходки они сделали шашлык. Ну, короче говоря, ничего, все вузы рассыпались, все развалилось при них. Но сейчас все возвращается на круги своя. И вот мореходка, наша Херсонская, украинская мореходка марширует по проспекту Ушаково. Ребята, это просто, знаете, ну, блин, это круто. Это круто. У нас видео сейчас на телеграм-канале, ссылочка, как обычно, снизу, в описании к этому видео. Люди, значит, стоят и вокруг, значит, есть несколько точек в городе, где работает мобильная связь. К сожалению, свет пока что не дали, потому что разбито абсолютно все. Это нужны большие трансформаторы. Их сейчас везут, монтируют. Короче говоря, работа по восстановлению света кипит. Кое-где дали воду, а вот пока нет света, соответственно, с мобильной связью большие проблемы. И вот в области уже несколько стационарных станций работает наших мобильных операторов. Также работают в городе три передвижные станции мобильных операторов, чтобы хоть как-то дать связь хоть где-то. И также работают старлинки. Вот люди стоят, приходят на площадь свободы. Есть целый ряд точек по городу, не только площадь свободы. Там есть и на ХБК, есть и на Шуминском, и на Таврике есть, где раздают на шару Wi-Fi. Ну, а как? Как по-другому. Есть за кинотеатром Украина, тоже на Бульваре Мирном и так далее, и так далее. То есть я не буду рассказывать, потому что для очень многих эти названия ничего не говорят, только для херсонцев они знают, значит что-то. Там можно получить связи, вот опять-таки мы вывесили сейчас на Телеграме фотки людей, которые стоят за этой связью. Ну супер, ну да, окей, нету дома связи, но ты же можешь куда-то сходить, позвонить своим детям, позвонить друзьям, сказать, что ты жив и... ну ёлки-палки, вы что? Связь это связь. Вот, в городе открыт уже один магазин АТБ, напомню, когда арашисты драпали, они отмародёрили не только музеи и офисные учреждения, и дома обычных херсонцев, они ещё отмародёрили все магазины, то есть украли, вообще всё украли. Всё, всё разбили, растащили, украли, разобрали, умыкнули, зоопа... Они даже енота украли, что дальше говорить. Вот, заработал первый АТБ, скорее всего, буквально в начале следующей недели, откроется ещё два АТБ на Шуминском и на Таврическом, по остальным районам я вам не скажу, и по остальным сетям я тоже не скажу, но вот АТБ зашёл первым, честь ему и хвала, конечно, красавцы. Дальше, маршрутки по городу ходят, единственное, что все новые маршрутки расисты украли, я имею в виду вот эти большие такие красивые автобусы, там были их украли. Вот, остались только вот эти старенькие ржавые, эти жёлтые богданчики, которые ещё вот, ещё были очень давно, до того, как пустили большие красивые автобусы. Вот, ну что, автобусы они украли, соответственно, запустили вот эти вот маршрутки. Дальше, в город привезли три трала со скорыми, то есть на каждом трале там по три скорых, там, получается, привезли восемь новеньких Ситроэнов, бусов и один джип Тойота для таких труднодоступных мест. То есть, всего девять скорых привезли в Херсон, говорят, сейчас едут пожарные машины также в Херсон, с тем, чтобы, может они уже доехали, тут я не могу сказать, с тем, чтобы восстановить пожаротушение и так далее. То есть, ребята, жизнь потихонечку налаживается, в некоторых районах дали воду, как я говорил. То есть, вот, расисты, понимаете, они думали, когда они это всё уходили, они всё взорвали, всё переломали, покалечили, они думали, что город вымрет. Нет, ничего, это не получилось у вас. Уже город приходит в чувство. Сейчас только вот сделаем свет. Вот это самое тяжёлое, потому что эти трансформаторы, вещь очень большая, очень хрупкая и, к большому сожалению, действительно их тяжело восстановить, их тяжело довести даже. Ничего, всё решается. Вот, по боевым действиям прилёты в основном идут возле Антоновского моста. Рашисты туда бьют постоянно. Наши насыпают с окружной, там, в ответ им, там, туда насыпают с разных точек. Летит туда наш, причём по тому, как слышат наши, они уже, ухо-то намётано, когда прилёт, когда вылет, а живут там рядом в Антоновке тоже люди. Вот, причём говорят, что прилётов, что вылетов больше, чем прилётов. То есть наши работают активнее, чем они. И артиллерия у нас получше. По левому берегу я ничего сказать не могу, скажу, что там более-менее нормально. Вот, всё, это больше всё, что я могу сказать. Вот. Ну, а так, город, знаете, вот, люди говорят, ехали в маршрутке и тупо увидели наших солдат. Даже не поверили, маршрутка плакала. Просто тупо плакала. Вот это, когда первый день. Наши зашли, а люди даже не ожидали. Это, и тут наши заходят в город. Ну, представьте себе, после 8,5 месяцев, вот, таких, когда у тебя по улицам бегают обезьяны с автоматом, абсолютно шизоидные, заходят наши. Представляете, чувства у людей? Да ну, что тут рассказывать? Капец был. Просто капец. Это был взрыв эмоций. Сейчас им уже на всё наплевать. Им наплевать на то, что нет света. Им наплевать на то, что вот эти трудности. На то, что там, ну, газ есть. На то, что связи нету, воды нету. Да плевать на это всё. Главное, что дома, понимаете? Ну, вот и всё. А так, Херсон возвращается к жизни 100%. Всё нормально. Слава Украине!